Издевательство над животным. К этой фразе можно отнести действия, умышленные не оказания помощи. Всех животных в городском приюте, исключительно всех, мы помним, даже с закрытыми глазами. И фондовские выходки по пересаживанию животных в разные вольеры нам не сотрут память. Боль. Боль физическую заглушить можно лекарствами. Душевную не уймешь, она как заноза будет сидеть. Душевная боль присуща тем, кто достойный ее, своими поступками и принципами, даже самопожертвованием. Каждая спасенная собачья жизнь – это наша жизнь, потому что, не считаясь ни с чем, день и ночь борешься, спасая их, которым помощи ждать неоткуда. Наш тунгус. Он просто жил. Жил в деревне, на воле, с хозяином. В тот день он мирно лежал около дома. Рев приближающегося мотоцикла, мгновение, и жизнь фактически остановилась. Урод, которых расплодилось везде предостаточно, специально проехал по задним лапкам. В агонии от боли собака несколько метров бежала с уже сломанным позвоночником и рухнула в овраг. Забирать его пришлось нам. Куда? Конечно, на тот момент в приют. Сильнейшие боли, неизвестные помещения и люди – собака, конечно, в стрессе. Не подпускала никого, опасаясь, что незнакомые для нее люди сделают ему еще больнее. Но доверие. Его еще надо заслужить. Наш тунгус был любим и любил нас. Но подход к нему всегда нужен был особый. Заключение ветврачей неутешителен. Инвалид. Но инвалиды тоже живут, и порой не хуже, чем здоровые. Главное – уход и любовь. Когда пришли в фондовки, мы очень переживали, как же наши инвалидики. Ведь подпускали они только нас. За исключением добрячка-бобушки. Мы пытались объяснить хлопцевой, как ухаживать, какой должен быть подход к собачкам. Но мания величия давала о себе знать. Не учите нас. Разберемся. Да, разобрались. Позже от волонтеров фонда мы узнали о страшных мучениях, которым подвергались инвалидики, в том числе и тунгусы. Обработка рана на боку, которая должна была обрабатываться ежечасно, была запущена. Он никого не подпускал. А однажды даже покусал одну из фондовок. Без заморочек девица, не утруждая себя, вывели его уже в зимнее время в вольер, настелив тряпок для тепла. Чтобы заклушить невыносимую боль, тунгус ел тряпки. Такое в практике животных есть. Смерть тунгуса была страшной. И если бы он знал, что его ждет при фондовках, точно выбрал бы мгновенную смерть на месте. Тогда. Из-за скопления инородных тел в желудке констатировали смерть бедолаги-врачи. Заворотки шел. Боль. Но она, видимо, еще не касалась тех, кто, не ведая, что творит, продолжает считать себя благодетелями. Продолжение следует...